МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, хочешь, давай встанем в магазин. Да зачем же? Давай до утра по двору ездить. Ты ж так хотела в этом доме жить, такой дом хороший. Рядом парк, бассейн. А я тебе говорил, здесь надо будет парковаться за километр. Тут и семью по три тачки. А вдруг какая-нибудь семья распалась? Потому что муж, зануда. Не понял. О, и освободилось место. Знай свое место и спи спокойно. Это что вообще значит, да, Коль? Это значит, что кто-то застолбил себе место, кто-то молодец. А мы, наверное, будем ночевать в машине. А почему это он застолбил себе место? Почему это его место? Вообще-то это наше общее, всех нас место. Давай вылезем ее, встанем. Смотри, как кайфово прямо в подъезд. Кайфово будет, когда тебе машину поцарал. Поехали, пожалуйста. Рекуля, подожди, подожди, подожди. Такой дом хороший, интересно, куда это жло. И что ты вот стоишь, смотришь на него, думаешь, он выйдет и будет махать тебе рукой? Соня, это я, тот самый жлоб. Чи-чи, смотри. Ну, ну и что? Если у девушки четвертый размер, значит, она жлоб. Коля, она красавица. Отказала одному типу, он обезумел от любви, но хочет похитить ее. Либо она будет его, либо он ее убьет. Соня, ну кому? Ну, 21-й век, ну из-за любви не убивают. Вот из-за парковки могут. Коля, я тебе точно говорю, застолбил место, чтобы ее похитить. Коля, я тебе точно говорю, застолбил место. Коля, я тебе точно говорю! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прости, подруга, со мной не получится, я мужчин люблю. А, я просто купальник такой, купальник у соседей по дому видела. На балконе сушился клевый, очень клевый купальник. Дом два? Так ты соседка, а я думала, глазки строишь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, маньяк, свелись, а то пробки начнутся. Коля, Коля, стой. Моя версия с маньяком провалилась, есть новая. Смотри, только не пялься. Коля, не пялься. Да куда не пялься? Это шпион. А фанерка – это шифровка от резидента. Зная свое место и спи спокойно, значит, нужно залечь на дно. Видишь, у него расшифровывали. Я вижу, что уже начались пробки. Стоп. Это связная. Поля, стой. Прости, пожалуйста. Точно, они в связи. Так, все, я с тобой не успею. Я пошел на метро. Поля, стой, у него пистолет. Точно, она живет с ним под домом пистолета. Совершенно незнакомые друг другу люди. Живут вместе, вынуждены изображать пару. Может, даже семейную. Может, даже много лет. Она его боится, он ее ненавидит. Ау, эй, я ушел. Поля, ты меня любишь. Ты меня бесишь. Звоню тебе. Простите, вы... Да, многие удивляются. Это мужа машины. Я даже сама раньше боялась. Бартозавра. А сейчас вот. Мы с ним лучшие друзья. То есть, это ваш муж фанерки ставит? Вы что? Мой муж вообще великий человек. Ученый. Он даже не снизойдет до общения с народными массами. Да он бы умер скорее. Ой, кстати, он действительно умер пять лет назад. Соболезную. Но, простите, а мне кажется, что... Что, как бы, ну, ставить фанерки, это не очень важно. Мне кажется, надо креститься. А мне ничего не кажется. Я, если чего делаю, я уверена. Я Рената Немировская. Я живу в этом доме десять лет. И я паркую своего бартозавра там, где я считаю уместным. Да. И никакая сволочь не будет мне указывать, где мне парковаться, где мое место. И никакие фанерки мне для этого тоже не нужны. Я просто их выкидываю к чертям и паркуюсь. Ага, то есть, это не вы. Ну, все. А кто вы не знаете? Конечно, знаю. Я вообще про всех все знаю. О, смотри. Геннадий. Гуляет с собачкой. Всю жизнь по бабам гулял. А еще с собачкой. Или вот вы. Живете в двадцать-осмой квартире. Снимаете. Месяц как въехали. Муж – нотариус. Только нотариус он фиговый. Поэтому я вам советую проследить, кто его привозит домой. А фанерку кто ставит? Вы не знаете? Слушай, это такая сволочь. Это просто... Да пойдем, я тебе покажу. Каждый день одно и то же. Я вот вечером паркуюсь. У меня утром, вот видите, царапины. Утром паркуюсь, вечером. Гад. Я понимаю, что брандозавра невольная. Но это же мужа память. Ну, как можно назвать человеком такую вот сволочь? Скотина. Да, ну так и кто этот гад? Слушайте, как мне повезло. Да, мне повезло. Вы, вы удивительный. Вы неравнодушный человек. Это редко сейчас. Девочка моя, вы будете свидетелем. Мы с вами сегодня сядем в засаду. Вечером часиков одиннадцать. И мы зафиксируем эту сволочь визуально. И на фотокамеру мы утром пойдем в полицию, и вы мои показания подтвердите. Давайте, давайте. Надо, чтобы эти менты занимались реальным делом, а не вот этими своими рейдерствами. А? Ну, вы абсолютно уверены, что вы знаете, кто этот гад? Слушайте, простите, я забыла, как вас зовут? Соня. Соня. А я Рената Немировская, очень приятно. Так вот, Сонечка, не надо стесняться, девочка моя. Не хотите в засаду? Не надо. Вы можете отказаться. Может, вы боитесь. Или вам неинтересно. Нет, ну я не настаиваю. Совершенно. Соня, ты никуда не пойдешь. Из-за какой поломанной соседки нарвешься на реальных проблем. Причем расхлебывать придется мне. Коля, чего расхлебывать-то? А ты знаешь, кто этот козел? А если ты реально бандит? Или депутат? Или вообще мент? Вот ты в полицию собралась. А если на тебя висят повесить? Ты вообще в своем уме? Нормально видимся. Ходит в полицию. Ходит, мне просто интересно. Соня, я прошу тебя остаться дома. Это ясно? Вообще-то ты как бы не просишь. Ты мне как бы приказываешь. Хорошо. Я тебе говорю. Останься дома. Коль, а я тебе говорю, что я обещала пожилому человеку. То есть, какая-то ненормальная старуха тебе важнее, чем я. Отличный. Ну пойдем вместе. Я не хочу. И ты тоже не пойдешь никуда. Ну вообще-то мне твое разрешение. Ну мне как бы не нужно, потому что я взрослый человек. Отлично. И мне тогда твое разрешение не нужно. Разрешение на что? Разрешение на все. Коль. Чего? Ну я никуда не пошла. Молодец. Коль, приходи домой, пожалуйста, Коль. Я не могу. Я с отцом еду за город. Как это? Ну тут друг отца, генерал один, обнаружил, что человек смертен. Хочет срочно составить завещание. Мы едем к нему на дачу. Это черт и где. Коль, ничего не слышно. Что там у тебя звенит? А, это на заправке телек работает. Коль, а чего они тебя так поздно вызвали? Почему я тебя мучаю? Да не говори. Я же еще в ветровке в этой, со значками. Знаешь, как у меня от отца влетело? Нет, ну это они же тебя вызвали, ты же не знал. Ты это моему отцу скажи, и тому генералу. Он, наверное, вообще спит в кителе и ванну принимает. Да, у него такой специальный плюшевый такой китель с медальками мягкими, чтобы не уколоться во сне. И латексный китель для ванны. Путисончик, заяк, все. Отец зовет, утром увидимся. Ага, все, я тебя целую. Алло, Коля, это Рената, мне нужна помощь. Рената, простите, пожалуйста, меня, я ужасно обманщица, но, понимаете, я не смогу по семейным обстоятельствам. Рената, алло. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Рената! Рената, вы где? Рената, это Соня. Я понимаю, что вы обиделись, но я все-таки пришла, а вас нет. И если я вам зачем-то нужна, вы мне, пожалуйста, перезвоните. Я не буду выключать телефон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты пришел? Иди ко мне. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Оставьте сообщение. В настоящий момент вызываемый абонент недоступен. Говорите после сигнала. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Коля, Коль! Извини, пожалуйста, что я тебе бужу. Коль, вот эта старушка Ренат, соседка наша, я не могу ее найти. Я не умрал. Простите, простите, я у него слабость красивым женщина-мораблея. Ну, я же тебе говорил, надо быть поделикатнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же знакомы с Ренатой? Я вот, у нее родственники есть, я что-то не могу ее найти. Черт у родственников Ренаты. Я вас не отпущу до тех пор, пока вы не выпьете со мной чашечку кофе. Отстань от девушки, Гена. Ей в сорок пятую квартиру надо... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы родственник Ренаты? Нет. Нет. Простите, а может быть вы родственница? Чья родственница? Ничья. Извините. Извините, просто испорченный телефон. Какой телефон? Перепутал человек. Просто. Какой человек, Темочка, ты что-нибудь понимаешь? Извините. Ну-ка, стойте-ка. Мы же совсем никого. Я все равно готовлю, мне не сложно. На народ не врубается, что нужно просто так вот бескорыстно по-соседски помогать. Сразу думают родственники. Ренаточка, просыпайтесь, это мы с Темой пришли. Тут ваша подруга. Как вас зовут? Соня. До свидания, Соня. Ах! Ладно… Отдеть! У меня жолая тихая! Рената! Все еще здесь? Я никуда не пойду, пока не узнаю, что с Ренатой. Ренатой. Чего стоишь? Заходи. С вами никуда не пойду. Вдруг у вас там? Пистолет? Дома ее нет. А, ну, значит, тогда надо ее искать. И что, знаешь, где? Нет. Ну, давайте будем сидеть здесь и грушу грызть. Просто Темочка у нас курить бросает, поэтому такой вредный. Ну, то есть вы за нее не волнуетесь? Я витамины колю. Садись. Какие? Какие витамины? Для тонуса. Вот на днях уколола, она за сердце и на диван. А, то есть у нее сердце. Я тоже так подумала. Сразу давай в скорую звонить. Потом смотрю, она в шкафу роется. Врачи ж приедут, надо ж приодеться. Ну, она актриса. Из-за мужа театр бросила, переехала в академгородок. Не доиграла в молодости. Вот теперь устраивает нам представление. То есть она, получается, что спряталась, чтобы нас разыграть? Да нет, конечно. Просто мотанула куда-нибудь. Она всегда так делает. Объявится через неделю где-нибудь в Киеве или Питере. 60 лет все-таки. А мозговка, как у 16-летней малолетки. То есть она уехала? А, или умерла. Такое случается со старушками. Что ж тут поделаешь? Ты же не врач. Слушайте, хватит уже. Вы, что ли, здесь врач? Темочка у нас хирург. Нейро. Он вообще не обязан. Но Ренату наблюдает. Вот, витаминки ей выписал. Ну, ладно. Извините. Я же не знала. Ну, ты уж как-то сосредоточься. Соберись с мыслями. Погрузим. Пистолет. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. К вам сегодня ночью не приходила такая старушка с двумя парами очков заявление писать по поводу поцарапанной машины? Да. Ну, или там. Или сегодня утром. Так, фамилия. Простите, чья фамилия? Ее или моя? Лилия Немировская. А вы ей, собственно, кто? Нет, я никто. Я просто знакомая. Знаете, мы просто знакомым информацию не даем. Только родственникам. Ну, мне кажется, у нее нет родственников. Вы посмотрите, пожалуйста. Просто я боюсь, она пропала. Да вы не бойтесь. Пока не прошло трое суток, человек пропавшим не считается. Да. А простите, откуда вы знаете, что трое суток не прошло? Почему журнал прячете от меня? Она приходила, да, и вы отказались у нее заявление принимать, потому что... Потому что пока сто лет не прошло, машина поцарапанная не считается, да? А может быть, она вообще у вас? Вы ее заперли. Она пришла, устроила вам скандал, работу заставляет. Вы ее заперли. Правильно, конечно. Вы же дети не для того, чтобы работать. Вы дети для того, чтобы красоту наводить. В общем, в общем, короче, пока вы мне обезьянник не покажете, я отсюда не уйду. Лучше обезьянник посмотреть. Это можно? Коварзин, а ну-ка дуй сюда. Сейчас будем задержание оформлять. Лучше сразу, Михалыч, позвони. Скажи старому жертвецу, тут доктор Лавров интересуется. Он водку с салом закусок не завязал с его панкреатидом? Коварзин, отставить. А вы к Сергею Михайловичу? Я заявление подать. О пропаже Немировской Рената Владимировна. 1949 года рождения. Он не хочет у меня заявление принимать. Я думаю, она здесь у них в обезьяннике. Он мне даже журнал отказался показывать. Да нет ее у нас. Нету, на. Смотри. Мы сейчас напишем заявление, я приму. В порядке исключения. Вы же вроде не собирались волноваться. А я не волнуюсь. Пусть менты за мои налоги волнуются. А зачем вы своих друзей беспокоите? От волнения панкреатит обостриться может. Извините. Держите заявление. И не говорите мне, что оно заполнено неправильно. Я поняла, что вы по фотографии диагноз поставили. Потому что он толстый. Потому что он желтый. И круги под глазами. Тут ветеринар догадается. Зачем мне на себя такой напускать вид? Злобный. Совершенно понятно, что вы не такой уж. На самом деле я еще хуже. Да? Зачем? Я вижу вас за Рената. Вам будете переживать за меня. Курить бросаете. Что, совсем жизнь скучная? Почему у меня интересная жизнь? Почему же так интересуешься старой тетенькой и женатым дяденькой? Я вами вообще не интересуюсь. Да. Понятно. Я буду через пять минут. Просто она мне звонила среди ночи и... Она мне звонила и просила о помощи. Она звонила Тане только что из Питера. Ночью вскочила в свой драндулет и выкатила. Тогда я не понимаю, зачем она мне звонила. Ну, наверное, хотела денег стрельнуть. Кстати, никогда бы не вернула. В общем, все хорошо. Деньги на месте. Рената жива-здорова. Не вижу радости на лице. Возвращайся к своей интересной жизни. Илюха. А? Илья. Да. В чем дело? В чем? Я тебя когда просила бак исправить? Ты, как же, исправил? Я что, не исправил? Ай, я не могу ничего исправить, пока мне Шмелева макет не даст. Шмель. А? Когда ты собираешься отдать макету Илюхе? Я делаю. Делай. Шмель, ты халтуру делаешь. Ну, конечно, она срачнее. И все равно я без ТЗ ничего делать не буду. Так что садись потихонечку, пиши ТЗ. Время у тебя есть. Я тебя не тороплю. Ты издеваешься надо мной? Я тебе ТЗ неделю назад отправила. Да? Сейчас посмотрим. Вы издеваетесь надо мной? Они издеваются надо мной. Раз в жизни. Раз в жизни. Я хотела сделать что-то важное. Я хотела, я хотела сайт поправить. Вы понимаете вообще, что рекламодатели ждут редизайна? Как я буду им Ренату продавать? Какую Ренату? Какую Ренату? Ты только что орала здесь, что тебе надо продавать какую-то Ренату. Рекламу! Ребята, у нас на сайте мы продаем рекламу! По-моему, наша курочка что-то скрывает про какую-то Ренату. Что, Ань? Ну колись! Ну карай, интриговайся! Что за Рената? Что она тебе сделала? Ничего. В Питер уехала. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Обалдеть! Нашла очки и молодец! Поздравляю. Нет, Коль, ты это очки Ренаты и они разбиты. Ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я не понимаю тебя, Соня. Чего тебе парит какая-то фигня? Коль, ну как? Рената, она как бы в Питере, а очки-то ее здесь. И они разбиты. И что? Что? Ну разбиты очки! Событие века! Очки разбились! Коля, как она уехала в Питер без очков? Да мне наплевать, как она уехала в Питер. В очках без очков, да хоть пенсне. Мне не наплевать, как я буду кредит отдавать. А что ты на меня орешь, Коль? Я тебе говорила, что не нужно брать чужие деньги. В смысле? Да, я облажался. Но я хочу все поправить. Я работаю как конь, а ты тоже как будто ни при чем здесь. Тебе вообще наплевать. У тебя, конечно, бабка уехала в Питер без очков. Коля, может быть, она вообще не уехала? Не уехала она. И что? Что теперь? Ну ничего. А может быть, вообще ты понимаешь, что может быть ее убили? Так, слушайте, да. Чтобы я больше никогда не слышал про эту чертову Ренат. Ты поняла меня? Я поняла, Коль. Все. Бесишь меня. Ну? Что случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Рената. И вообще мне нужна ваша помощь. Рената. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Говори адрес. Я за тобой заеду. А чего завтра? Сейчас нельзя? Вообще-то сейчас у меня дома жена. Да, я понимаю, не хотелось отвлекать, но может быть мы быстро туда-обратно полчасика. На полчасика? Не хочется суетиться, комкать удовольствием. Да, это большое удовольствие в ментовку съездить. Почему ментовка? А, это у тебя фантазия такая? В смысле, вы про что вообще? А ты про что вообще? Я вот про что. Надевай. Зачем? Увидишь. И ничего я не вижу, все расплывается. И приближается, потому что это очки для чтения. Машины, Рената, войдут в других. Это пресбиопия. Длиннозоркость и близорукость одновременно. Нарушение функции хрусталика. Глаз, грубо говоря, перестает различать фокусное расстояние. И все равно, у меня... У меня нехорошие чувства. И это чувство тебя не обманывает. Случилось страшное. Рената видят в расстрелле, в расфокусе. Они разбиты. И это улика. Плохая. Но это все-таки улика. Это не плохая улика. Это хороший повод познакомиться поближе. И не надо лицемерить. Лицемерить. Таня! Таня! Таня, простите. Чего? Сонечка, давай быстрее, мне сейчас ванна переливется. У нас тут спор возник? Да. Правда же, Сонечки... Гораздо лучше, с распущенными волосами. Ну, конечно, я сразу сказала, что Сонечка очень привлекательная девушка. Только надо заняться собой как следует. Ванна. Тебе правда так очень идет? И ты права, я тоже лицемер. Иногда. Таня, я тоже. Почему тоже? Таня, я тоже. Довела меня. Здесь стоит, тут кудрю распустила. Соня, у нас пасти кончилось. Я его на работу провожаю, тут этот сосед, ну, Ренаты. Слушай, мне так неудобно, мне так стыдно стало. Стыдно? Да, потому что я все выходные на диване провалялась, про Рената вообще забыла. Илюха, прикинь, ты такой, идешь утром на работу с Лиской, там обнимаешься с Усей, все такое, и тут вам навстречу нашу бухгалтершу. А, Лена, счет фактуры, ну и чего? Ну и ты видишь ее, и тебя вдруг так стыдно становится, тут-то-то с женой обнимаешься, а подписаны акты в бухгалтерии. Шмель! Ну чего ты вообще? Я с тобой серьезно, а ты сдеваешься. Я не издеваюсь, я тебя поздравляю, девочка созрела, пора любовника заводить. Куда ей любовника заводить? Ты чего? Она же врать не умеет, запалится сразу. Вообще, чего я вас слушаю? Мне все говорят, что я должна делать. Потому что ты бестолковая, несуразная. Вот это себе вообще нельзя никогда поставь, потому что соседа могут отпугнуть твои габариты. А я тебя больше не слушаю. Ты в курсе, все знают. Я слушаю себя. Я слушаю свою интуицию. И она мне подсказывает, что кто угодно мог подделать голос по телефону. Вообще не проблема. Шмель. Поиск сразу на главной расширенной для посылки. Соня. Что? Что? Я вообще твое ТЗ изучаю. Кто я тут требовала? Редизайн. Поиск сразу по коттеджам или как? Угу. Угу. Что? Угу. Сразу поиск или поиск посылки. Поиск надо начинать с таблички. Ну в ТЗ нет никакой таблички. А, ты баннер, что ли, хочешь? Да оставьте ее. Смотри, она совсем со своей Ренатой этой заморочилась. Я вас не слушаю. Я слушаю себя. Так что я только что себе говорила. То, что тебе нужна табличка, ё-моё. Соня, я у тебя тут вообще ничего не понимаю. Поговори со мной. Да. Надо начать с фанерки. Видишь, Шмель, ты мне очень помогаешь. Надо найти этого гада. Только как его найти? Если он больше уже не паркуется. Ладно. Залег на дно. Я сейчас делаю главную. И переделать я больше не буду. Так и останется по поселкам и таунхаусам. Поняла? Слушай, а можешь ты как дизайнер определить цвет маркера и сказать, где такие продаются? Зачем? Да, действительно, зачем? Так, значит так. Я занимаюсь поселками и таунхаусами. А дачи у нас будет отдельно. Потому что дачи это же не вопрос жилья. Это же так на лето развлекуха. И отдельно, и другим цветом. Дачи! Шмель, ты просто гений! Конечно, дачи! Ну да, да. Идея хорошая. Я хорошая. Время мне выпишу. Побольше. Илюха, слушай, надо засечь его, когда он будет парковаться. Сегодня он вернется с дачи. Все, работай. Илюха! 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 Джессон! А ты чего тут? Ты... Я же вот шла, устала, решила отдохнуть. Здрасте. Я приехал пораньше, как обещала. А ты устала? А кто нам будет романтический ужин готовить? Пушкин? Все? Отдохнула? Пошли. Слушай, Коль, извини. Я в машине кое-что забыла. Мне не нужно это срочно сбегать. Ты же устала. Да. Ну давай я тебе помогу. Нет, нет. Ты иди, Коль. Ну иди. Я тебя догоню. Правда. Что ты делаешь, Соня? Я приехал специально. Ты что хочешь, от меня оделся? Да я не... Вот именно. Все ты. Все для тебя. Иди ты знаешь куда вообще? Коля. Коля. Коль. Коль, Коль, ну подожди. Коль, ну подожди. Ну Коля. Народ, я совсем уже оборзел. Коль, ну и что, ты теперь во дворе будешь жить? Нет, Коль, я уже бегу. Я бегу. Может не торопиться. Ладно, тогда я еще немножко погуляю. А, нет, я иду. Соня. Да, сейчас только с подругой поздороваешься. То есть тебе подруга какая-то важнее, чем я. Отвлекаешь? Нет, это я с мужем воркую. О, а ты замужем? А что ж ты к нам одна все время ходишь? Взяла бы мужа. Да, хорошо, конечно, в следующий раз обязательно. Пусть посмотрят, как ты на других мужиков вешаешься. Таня, я просто... Что? Ты хочешь сказать, что это Артем на тебя вешается? Давай, давай, скажи, ты же у нас такая честная девочка. Таня, я... О, привет, Танька. Привет. Кого прессуем? Да есть, он тут одна. О, привет, соседка. Вот ты какая, да, Танькина, счастье рушишь? А еще мне глазки строила. А, ты? Тань, ты знаешь, ты меня соседку не обижай. Она моя поклонница, в бассейне у меня улыбалась немножко, да? Ну, чего ты? Танька вообще классная тетка. Правда, у нее есть один недостаточек, о котором весь дом знает. Просто она считает, что ее мужа темно. Все хотят увезти. А кому он нужен-то? Господи. Зато Люба у нас первая красавица. Пользуется большим спросом. Да, Левань? Ладно, пойду я. А главное, она мне так нравилась. Ты не парься. Поехали ко мне на дачу, березки, помиритесь, а? Ну, давай на следующей неделе, шашлычок. Поехали. Не, спасибо, я не могу. Да чего ты такая мягкая? Ну, чего такая мягкая? Надо же быть тверже. Надо, знаешь, надо делать все, что ты хочешь. И посылать всех к чертовой матери. А то ты как пионерка. Ну, правда, ну, чего ты такого захотеть можешь? Фаскультуру прогулять, что ли? Ладно, давай. Пока. Иди. Поехали. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...